здравствуйте дорогие зрители я рад приветствовать вас на моем канале в этом видеоролике поговорим о программаторе который должен быть каждый мастерской несмотря на санкции популярность iphone россии не снижается и основным заработком мастерских также остается ремонт iphone но apple не любит когда их технику ремонтирует кто-то кроме авторизованных сервисных центров apple поэтому они стали вставлять чипы в каждую важную запчасть в айфоне в этих чипах есть серийные номера и если эти серийные номера не совпадают с теми что записаны в память айфона то настройках выходит ошибка что еще хуже теряется функционал телефона при замене на новую запчасть даже если мы ставим другую оригинальную запчасть снятую с айфона той же модели что с этим делать китайские инженеры придумали решение они сделали программатор который считывает эти серийники из памяти айфона и записывает либо в новую запчасть либо шлейф обманку давайте вскроем упаковку коробка обтянута тонкой прозрачной пленкой открываем коробку и проверяем комплектацию видим программатор с основной планкой корпус выполнен из пластика эта планка нужна для восстановления трутон на айфонах начиная с 8 серии до 11 pro max также на этой планке есть коннекторы для восстановления серийников вибромоторчиков вот так выглядит сокет в который вставляют планки для всех операций планки снимаются и крепятся очень просто никаких винтов никаких зажимов просто вставляем планку сокет давайте посмотрим что еще входит минимальную комплектацию здесь у нас карточка с qr кодом для скачивания специальной программы на компьютер для того чтобы работать с данным программатором обновлять прошивку есть кабель type-c для зарядки данного программатора собственно комплекте больше ничего нет для автономной работы нужен аккумулятор от iphone 8 в комплект поставки не входят давайте сейчас установим аккумулятор и посмотрим на интерфейс программатора здесь установлен цветной дисплей сейчас загружается программная оболочка всего три кнопки кнопка включения кнопка чтения и кнопка записи эти же кнопки служат для навигации по меню кнопка включения если ее коротко нажимать служит для подтверждения выбора по умолчанию установлен китайский язык чтобы изменить язык интерфейса переходим в настройки коротко нажимаем кнопку включения кнопкой пролистываем до значка виде планеты кнопкой включения подтверждаем выбираем английский язык снова подтверждаем кнопкой включения кнопкой read возвращаемся в главное меню собственно так выглядит интерфейс программатора сверху разъем type-a для того чтобы подключить iphone и к программатору для считывания серийников также через этот разъем с помощью usb флешки можно обновить прошивку программатора снизу разъем type-c для зарядки программатора и подключение его к компьютеру также для обновления прошивки и в некоторых случаях для переноса серийников через программу jc repair также снизу находится динамик чтобы подключить программатор к вайфай сначала нужно подключить его к пк и через фирменную программу ввести имя сети и пароль от нее зачем вообще этому программатору вайфай вайфай этой коробочке нужен для того чтобы делать jailbreak и хранить серийники на сервере jailbreak делает через приложение checkmate я покупала этот девайс на сайте mobo.ru на момент съемки он стоил 7380 рублей для постоянных клиентов чтобы расширить функционал и добавить поддержку новых моделей и функций вам понадобятся дополнительные планки приобрести их можно там же вот например планка для восстановления true-tone для моделей от 12 до 14 серии и каждый год с выходом новых моделей вам нужно будет докупать новые планки вот так выглядит планка для ремонта проектора точек которая отвечает за работу функции face id поддерживаемые модели от iphone x до 14 pro max а вот так выглядит шлейф обманка в которую записывается серийный номер проектора точек для каждой модели свой шлейфик если раньше нужно было перепаивать проектор точек на специальный шлейф джейси айди то сейчас можно взять шлейф от другого айфона оригинальный с помощью быстрой зарядки испортить один диодик в нем и считав серийники из айфона записать их в обманку соединить обманку со шлейфом и фейс один начнет работать в этой микросхеме хранятся записанные данные также есть планка для сброса счетчика циклов зарядки разрядки аккумулятора здесь тоже есть свои нюансы которые зависят от версии прошивки и модели айфона в описании также есть ссылка на ролик про замену аккумулятора без ошибки на айфоне x и более старых моделях можно заменить аккумулятор и в настройках не будет никаких ошибок разделе аккумулятор будет отображаться емкость на айфоне xs xs max xr можно сбрасывать счетчик циклов через программатор и потом переставляется родной шлейф аккумулятора на новую ячейку так было до появления айс 17 и 4 с появлением данной версии алгоритм немножко поменялся в описании также будет видео начиная с айфон 11 контроллер в котором хранится счетчик циклов защищен от записи и для того чтобы обнулить счетчик нужно использовать шлейф обманку и здесь также мы упираемся в обновление айс 17 и 4 на данный момент конкретно джейси айди в один из ей не может обойти эту проблему но я думаю в скором времени китайские инженеры сделают решение для этого программатора но уже есть программаторы именно для сброса счетчика чтобы в телефоне емкость отображалась сто процентов подведем итоги что умеет данный программатор считывать и записывать серийный номер в датчик освещенности восстанавливать данные о дисплее чтобы работал трутон чтение запись данных проектора точек обнуление циклов зарядки и разрядки аккумулятора чтение запись данных от аптек энджен то есть вибромоторчики проверка на оригинальность кабелей чтение запись серийных номеров основной камеры а также недавно появилась возможность записывать данные от лидеров но вы должны понимать что все зависит от версии прошивки ведь apple постоянно выпускает обновление прошивки и закрывает старые уязвимости поэтому не думайте что купив один программаторы шлейфы к нему вы сможете отремонтировать любую неисправность но и не тяните с покупкой оборудования и расходников преимущество всегда у тех кто не боится экспериментировать это все что я хотел рассказать вам данном видео подписывайтесь на канал ставьте лайки комментариях задавайте вопросы до встречи в новых видео